Радмир, предлагаю начать беседу со стенда Пермского края. Очень достойно выглядит среди других регионов. Заявили уже о себе как о хозяине следующего турнира. Да, на самом деле мы сейчас можем с уверенностью сказать, что стенд Пермского края является, наверное, на одном из самых образцовых, самых ярких фактурных стендов. И, конечно же, ни один гость, ни один спикер мимо нашего стенда не прошел. Это говорит о том, что на самом деле нас видно издалека, все понимают, насколько мы серьезно подходим к делу. И та новость о том, что Россия спортивная держава пройдет в городе Пермь, этот факт говорит о том, что мы сегодня готовы брать на себя ответственность любого формата. Ну и, конечно же, такого рода мероприятия, которые популяризируют спорт, здоровый образ жизни, патриотизм, популяризируют физическую культуру. Они должны присутствовать, мы должны в этих формах присутствовать как хозяева и показывать, насколько мы готовы сегодня. То есть это для нас очень важно. Кстати, о демонстрации стенда посещали Игорь Левитин, помощник президента, министр спорта Олег Матойцын. Что успели за такой короткий период ему? Также посещал и Позняков, и руководитель Олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко. Что успелось им рассказать о нашем стенде? Мы рассказали о том, в каком формате будет проходить форум, на каком этапе сейчас подготовка края и непосредственно самого города Пермь, на каком этапе подготовки площадки, гостиничные комплексы, логистика, аэропорт и, конечно же, основные спортивные активности, которые будут проходить. Мы также представили социальную программу, социальную активность объединенной химической компании «Уралхим» и «Уралкалий». Рассказали, сколько мы делаем для того, чтобы популяризировать спорт, развивать спорт, и профессиональный, и детский, и любительский спорт, и спорт высших достижений. Ну и попросили всех ни в коем случае не пропускать такое значимое событие для всей страны в городе Пермь в 2000 году. Вот как раз к вопросу о корпоративном спорте. Одна из лекций, одна из сессий, которая здесь проходила, как раз была посвящена этой теме. Уступали там, рассказывали о регионе и слушали коллег из других территорий страны, как они развивают себя. Вот что можно сказать о корпоративном спорте на данный момент? Сегодня корпоративный спорт является одним из базовых элементов развития массового спорта, и о чем уже говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на ПМФ, что все крупные промышленные компании должны брать на себя социальную ответственность и развивать спорт в регионах присутствия компаний. И мы сегодня можем сказать, что многие могут посмотреть на то, как мы это делаем, урл хим, урл калий, брать с нас пример. И мы на самом деле являемся одними из флагманов и ключевых, наверное, спикеров и игроков, можно так сказать, применяя спортивную терминологию, ассоциаций развития корпоративного спорта России. И сегодня мы с уверенностью заявляем, что корпоративный спорт в урл хим и урл калии есть во всех регионах присутствия. Это и в Пермском крае, Самарской области, Кировской области, Московской области. Везде, где есть мы, там есть спорт, там есть развитие и возможность реализовать себя детям, также профессиональным спортсменам через наши проекты. Там говорилось еще о необходимости применения единого стандарта для всех регионов. Вот насколько он необходим, нужен? Вы знаете, есть сегодня несколько тем, которые можно трансформировать и внести в поправки федерального закона физико-культуры и спорта, именно касаемо корпоративного спорта. Должен быть единый стандарт, единый регламент проведения соревнований. Ну и, конечно же, единая культура развития корпоративного спорта, чтобы абсолютно все промышленные корпорации, компании, все участвовали и принимали участие в развитии корпоративного спорта. Мы между собой могли конкурировать, соревноваться, потому что это на самом деле очень интересно, когда убеждают не отдельные спортсмены, а целые предприятия, заводы. И, конечно же, смотреть на подобного рода соревнования, они сравнимы по духу с проведением Олимпийских игр. А есть ли необходимость дополнительно мотивировать сотрудников, чтобы они еще больше привлекались? Вы знаете, на самом деле сотрудники наших предприятий, они очень замотивированы уже и они видят, как руководство компании, совет директоров очень глубоко, очень проницательно относятся ко всем проектам социальным, спортивным проектам. Насколько уделяют внимание и как заботятся руководство компании о каждом своем сотруднике, они мотивированы до предела и готовы абсолютно ко всем вызовам. Если подытожить беседу, чей стенд на этом форуме понравился больше, привлек внимание, но, естественно, кроме Пермского края, может быть, что нужно взять на вооружение себе? Хороший стенд у Кузбасса, у хозяев сегодняшних, хороший стенд у Министерства спорта Российской Федерации, у Татарстана, также понравился стенд у Промсвязьбанка, который рядом с нами. Ну, есть хорошие стенды, но Пермский край, конечно, где конкуренции. Субтитры создавал DimaTorzok